Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы обратиться к такой теме, как наказание Господне. Конечно же, существуют наказания человеческие. И разница между человеческими и Божьими наказаниями заключается в том, что человеческие наказания, они неверные, несовершенные, и они приводят не всегда к исправлению людей. И Бог же, наказывая, Он старается, чтобы наказание было с любовью для блага человека, для его исправления и для спасения его души. И в этом огромная и большая разница между двумя наказаниями. И многие богословы, священнослужители, не только люди обычные, набожные, они уверены и уверяют других в том, что Бог Вселюбящий никого никогда не наказывает. Но это не так. Мы видим в Библии, а Библия – это книга священная, которая должна являться авторитетом для каждого христианина, что Бог наказывал даже города целые – Содом и Гоморру. Эти города находились недалеко от Мертвого моря, и в этих городах царил разврат. И Бог, когда разговаривал с Авраамом, то Он сказал Аврааму, что даже 50 праведников нет в этих городах, и 30 там нет, и даже 10. И Бог вынес решение наказания, и Он погубил эти города. Впоследствии мы видим наказание для царя Давида, избранника Божьего, который согрешил с Версавией. И Бог посылает ему пророка Гада и предлагает три варианта наказания. Первый из этих видов наказания – это голод в твоей земле 7 лет. Второй вид наказания – это 3 месяца будешь убегать от неприятелей твоих и прятаться от них, и скрываться от них. И третий вид – это 3 дня моровая язва будет в стране твоей. И Давид выбрал второй вариант, что он 3 месяца будет убегать от неприятелей своих. И это наказание от Бога за согрешение он принял. В Новом Завете, в послании к евреям, это будет 12 глава, с 5 по 8 стихи, апостол Павел пишет о наказании очень просто и ясно. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? «Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Вот так просто и ясно говорит апостол Павел о наказаниях. Просуждайте именно эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует...